Сеть в Линукс 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 относительно надежность сетевых протоколов а то что называется закон больших чисел если у вас несколько миллионов пользователей то даже одно промилле ошибок выдаст у вас несколько тысяч ошибок за вот нет одну промилле в секунду значит несколько тысяч ошибок в секунду если вы хотите это дело сократить то вам нужно чисто физически уменьшить расстояние между и и топологически между потребителем контента и собственно реплика контента вот то есть если мы сейчас до какого-нибудь клал флори по супа по поводу построить трейсрут давайте так сделать не сорву тормозит ну давай трейсруйте клал флори далеко а google google тоже далеко google тоже далеко ну вот они тут google существенно дальше полу слайд в общем ближе так вот если мы до какого-нибудь клал флори по повым построить трейсрут мы увидим что там много конечно неопознанных хопов до много ну тогда не знаю дэкмэл кома что вот но это надо конечно мтр какой-нибудь делать да но он не умеет зараза показывать где это все находится давайте попробуем вот здесь вот да это уже american да это уже арин ну в общем как правило ситуация такая вот мы этого не видим но не исключено что это просто прозрачно для нас ситуация такая что сервисы которые должны быстро отвечать быстро отвечают с ближайших перемещенных в пространство топологически близко к потребителям перемещенных туда реплик вот в общем повышение связности резервирование и оверпровижение репликации приближения и борьба с тем что он миллион ошибок это много даже если значит возникают нередко каждая в отдельности вот еще хуже обстоят дела с секретностью в интернете но тут слава богу нам на пол на помощь приходит шифрование понятное дело что в ситуации когда ваши данные проходят через произвольное количество хопов которые вы не контролируете да вот 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 через вот вот это все через вот это вот все то передавать какие-то данные на другую сторону секретность которых или надежно ну-ка секретность мысли цельность которых вам будет крайне необходимо а также секретность то есть защищенность вот это в общем упражнение которое потребует до ноги войти наверное нам помогло бы но в общем тут уже неважно проехали я не собирался об этом долго рассказывать так вот это уже упражнение которое потребует дополнительных действий ибо передавая данные просто так в интернете вы их фактически показываете всем и мол то что показываете открываете возможность простор для эксплуатации то есть для подделки этих данных модификации порчи и там вот тут надо понимать что в случае секретности возникает защищенности возникает два вопроса первое и от собственно скрытие данных защищенность их от проникновения взлома порчи и так далее а вторая аутентичность аутентичность эта ситуация когда вы передаете данные а ваш абонент получатель должен быть уверен что передали их вы а не кто-нибудь другой вот мы с этой штукой как раз встретить встретимся сегодняшнем разговоре вот но в общем примерно этим мы наверное будем заниматься на практической части аутентичность и защищен не знаю зачем вот в этом плане осталось классификация так потому что мы не будем заниматься опять же все этой штукой но давайте раз она у меня в планах есть давайте на эту тему я тоже расскажу три слова когда речь идет о защите интернет ну как бы устройств от атак хочется не забыл что уж как бы следует не забывать о том что фактически у нас есть три способа сделать нам плохо ну что атака атака это способ как-то навредить или помешать на работе сервис и самый простой способ ну как простой ну да простой самый простой способ помешать работе сервис это просто сделать так что он плохо работает нам совершенно необязательно что-то взламывать куда-то влезать что-то узнавать или что-то портить если мы наша задача состоит в том чтобы сервис просто не работал более того даже если мы хотим например что-нибудь взломать активно точнее допустим подменить трафик который значится настоящий каким-то фальшивым нам очень часто потребуется для этого сначала сделать так чтобы тот абонент который генерирует настоящий трафик помер вот и поэтому первая область атаки это всякий динайл сервис и и и и и и прочие порча непосредственно самого трафика до самого самого канала данных тут вот не данных конечно а канал данных вот то есть первое что мы сможем как бы первую такая большая мета область атаки это сделать так чтобы сама сама передача данных само функционирование сервиса был невозможным вот этим мы тоже заниматься не будем просто имейте в виду что это в общем от этого не помогает не шифрование не вот это все вторая область это пассивные проникновение внутрь трафика на предмет выяснения что там такое интересного лежит особенно если трафик нуждается в защите тут надо понимать что непосредственное чтение какой-то информации вот которая была там условно говоря зашифрованную непосредственно дешифрация и это далеко не все что можно плохого что можно опасного для абонентов сделать все трафик пассивный анализ в том числе не связанные с прямым подбором и при прямым прямой дешифрации тоже очень важная вещь я надеюсь мы сегодня увидим такой небольшой примерчик почему это так вот то есть вы можете подглядеть размеры пакетов тайминги виды трафика отпечатки операционных систем потому что себя без так в разных операционных системах немножко по-разному работает и под по-разному устроен и по активность того как выглядит пакет можно например или айпи пакет можно например узнать какой операционной системы он порожден вот ну и так дальше и так дальше помните историю про айпи сек а вот я ее еще расскажу еще раз потому что она входит в наш сегодняшний разговор вот и это что касаемо пассивного анализа и чтения но в действительности понятное дело что мы можем еще и подложить подложить фейковые данные или модифицировать имеющиеся на предмет тут закладки туда всякой фигни вот короче говоря помимо пассивного анализа есть еще не при прямое вмешательство происходящий трафик и его модификация там атака типа реплей например такие вот понятное дело что наличие вот этих трех пунктов то есть эксплуат как бы порча канала порча секьюрный папа папа порча защиты и порча самих данных вот понятное дело что наличие этих трех пунктов не означает что есть не что других а так нет это просто я попытался значит вас грубо говоря чтение записи использования да вот три таких этого чтения это запись это использовать вот что касается самих сетевых протоколов то по первости когда их изобретали они вообще никак не были предназначены для защиты от для для секретности сами протоколы довольно долго и вообще весь так спать и довольно долго и активно разрабатывался по части надежности потому как будто как-то как тот же ти себе ну потому что чем как бы глубже в истории тем наши интернеты были ненадежны а вот по части секретности первая пачка протоколов которые работали для прикладных было вообще не секьюрно от слов совсем если мы посмотрим в инструмент который называется десниф который просто выковыривает он построил который просто выковыривает пароли из выковыривает пароли из протоколов прикладного уровня а также не прикладного тоже у которых не было понятия защиты защиты учетных данных вот то мы можем прочесть такой внушающий список протоколов понятное дело что это имеется что имеется в виду конечно же в некоторых случаях их слишком старой версии внушающий список протоколов в которых передача даже аутоделекционной информации то есть логинов и паролей была вообще не защищена вот среди них например протокол сокс который используется для прокси именно по этой причине сокс прокси мгновенно вылавливаются и если кто-то с ними борется вот как ни странно по этой же причине туда же входят современные используют до сих пор протокол типа snmp вот это управление сетью но вообще simple network менеджмент протоколы snmp многие расшифровывают как security is not my problem поэтому ничего удивительно и мы здесь с удивлением видим современные протоколы которые мы используем для передачи данных там и map и лдап да там какой-нибудь ospf вот microsoft и square и так дальше в количестве про которые вроде бы известно что они могут быть еще и защищенными но нет гол в голом виде все эти протоколы тупо передают логины и пароли в чистом виде вот я хотел написать на показать на стенде как это делается но в результате не не обнаружил ни одного из ныне действующих протоколов которые по умолчанию ничего не шифруют вот а делать вам тел нет сервер и показывает логин пароля тел нет а мне показалось показалось ну такой архаикой какой такой тел нет хотя вот имейте ввиду да вот 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 все что там написано но небезопасно от слова совсем когда-то народу дошло что передавать а логины и пароли в открытом виде в сети это плохая идея начались начался следующий шаг наивные попытки шифрования вот самый классический меня спрашивают l2tp является ли не секьюрным протоколом если мне не изменяет память l2tp нет понятия авторизации авторизация должна быть где-то поверх вот но есть например у вас используется мыс чат без дополнительных без был дополнительных тех самых то да вот л2tp же это только туннелинг до авторизации кто-то другой делает в нем можно посмотреть вот значит наивные попытки состояли в том что лиска услышите ну давайте так мы обменяемся ключами и весь трафик будем потом шифровать этими ключами вот ну так например устроен basic http авторизация потратил час на попытку запустить полностью не авторизованный basic tpl сервер у меня не получилось к сожалению может быть в следующий раз когда-нибудь получится но вот для именно поэтому мой план дальше выглядит довольно странно вот значит в их сорги такая же история то есть идея состоит в том чтобы трафик шифровать но перед тем как ему шифровать а сгенерировать случайный пароль этими паролями прямо в открытом виде обменяться понятное дело что человек который пришел подслушивать позже чем обмен этими временными ключами состоялся ничего не поймет потому что пресса происходит шифрование но если человек подслушиватель тот же десниф подловил начало этого якобы зашифрованного сеанса то в этом начале он подловил оба ключа шифру или до один ключ неважно короче говоря подловил ключ шифрование и дальше отлично расшифровывать поход меня спрашивают почему не защищали эти протоколы потому что не был такой задачи их защиты предполагалось что защищенную сеть будут защищать аппаратные устройства аппаратные шифровальщики всякие уж тогда точно никто не расшифрует вот не предполагалось что ну в общем а да и сама это было там 70 80 и отчасти в 90 но в основном 80 и 80 и годы 80 когда интернеты только появились сама шифровальная методология и алгоритмистика было довольно медленный для тех компьютер и 3 тогда еще не вошел не вошел в моду он не вошел в моду не вошел в моду симметричный асимметричное шифрование а в случае симметричного шифрования всегда есть один и тот же проблем в случае симметричного шифрования кто-то должен принести пароль сначала прежде чем этим паролем будут дешифровывать и когда вы этот пароль которым вы потом дешифруете распространяется на Много-много машин в симметричном случае шифруйте и дешифруйте одним и тем же паролем. Понятное дело, что эти пароли в конце концов утекут. Именно поэтому люди не заморачивались непосредственно внедрением шифрования в сетевые протоколы. И говорили, ну давайте мы железяки поставим, в которые эти пароли будут вообще невыковыриваемые, прибитые и будем с помощью них шифровать. Дальше больше. И походу изобрели асимметричное шифрование, про которое я сейчас тоже немножко расскажу. Значит, краткая суть которого, что у вас есть два пароля. Один с помощью одного вы шифруете, с помощью второй дешифруете. Это означает, что вы можете один из этих паролей никогда никому не рассказывать, а рассказывать только второй. И все, что вы зашифровали, любой может дешифровать. И наоборот, все, что зашифровал ваш товарищ, вы можете дешифровать, зная его открытый ключ. Вот тогда-то встали встраивать в протоколы прикладные, встали встраивать уровень шифрования. Как это делалось? Непосредственно в прикладные протоколы, то есть вот у вас идет текстовый обмен, потом вы говорите старт ТЛС, ну как в почте, в SMTP. И вместо текстового обмена пошли обмениваться страшными и ужасными зашифрованными сообщениями. Понятное дело, что для того, чтобы такое организовать, надо сначала знать секретный ключ, с помощью которого, собственно, генерируется вот эта временная пара шифрующих-дешифрующих уже симметричных ключей. В том случае, если ваш стек протоколов как-то подразумевает интерпретацию в плане модели ISO-ОС семиуровневой, в ISO-ОС есть специальный уровень, который называется уровень представления, на котором отлично работает шифрование. Вот его в TCP-IP нету, а в ISO-ОС есть. Это уровень, когда вы спускаетесь на уровень уже конкретного потока данных, и внутри этого потока данных, уже после транспортного, и внутри этого потока данных говорите о том, как они представлены. Изначально это разрабатывалось для кодировок или чего-то такого, но шикарная на самом деле штука оказалась для того, чтобы туда приклеивать шифрование. Другое дело, что к этому моменту уже все это было совершенно невостребовано, и ISO-ОС не пользовался некто. Вот. В современном мире, в IPv4 как минимум, шифрование встроено прямо внутрь стекоти TCP-IP в некоторое такое промежуточное место, примерно соответствующее вот этому самому уровню представления ISO-ОС. То есть вы организуете TLS, надо будет попробовать, кстати. Организуете TLS, это я забыл сделать, а? Это TLS-подключение, TLS-шифрование на просто канале TCP, а дальше внутри этого TLS-шифрования можете уже, собственно, ваш прикладной протокол разворачивать. То есть TLS-это штука между транспортным и прикладным уровнем, который туда может быть целиком помещена. Вот. Такой преобразователь. Давайте, что ли, попробуем. Вот этого я не делал вообще. Вот. Мне это не нравится, что я это не делал. Но можно сейчас почитать документацию, возможно, у нас все получится. Просто я хочу немножко... Немножко... Как это? Немножко... Чего? Не понял. Ну, хорошо, давайте попробуем. Что-то я не сделал правильного. Давайте посмотрим, это тот сервер или не тот. Вот. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, это тот сервер. Так, ну и клиент, давайте сделаем. Чего? Вот. Значит, на сервер давайте очень-очень на скорую руку настроим сеть. Прям очень-очень на скорую. Ой. Вот. Значит, матч. Немного равняется этаж 0. Нетворк. ДХЦП равняется ES. Да не релит, релоз. В очень хорошем. Настроим внутреннюю сеть. Это шо ж такое, тороплюсь. Один. ДХЦП равняется. ДХЦП равняется. ДХЦП равняется. Давайте посмотрим, как мы там с вами справлялись с... Здесь маскарад, а там IPv4, да? Здесь маскарад, а вот там вот... А вот тут вот forwarding. Так. А, минус-минус null хотел сказать. О, очень хорошо. Вот. Значит... Так, это у нас всем прям всякие-всякие картинки. Это, значит, у нас настройки были нашего... Нашего интернета для сервера. И для клиента примерно то же самое, только все проще. Значит, вим-етц... Нет... Систем-д... Нетворк... 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 Да... Нетворк... Нетворк... Да... Не надо торопиться, да? вот что там гейтвей вот единственное что нам нужно настроить dns по-нормальному это нам понадобится сейчас для того чтобы настроить по-нормальному dns надо довольно забавную вещь сделать надо настроить систем д резул в д чтобы он работал настоящим днс чтобы системы из результата работал настоящим днс ему надо сказать вот здесь вот список доменов которые он должен обслуживать ну скажем вот так вот и вот здесь вот сказать чтобы он слушал не только на порту которую он на странном порту 127 0053 он слушает но и допустим на там не знаю здесь 11 а так попробуем 0000 пускай слушает прямо на нем еще пускай читается и тц хвост вот так систем к ты вене был это мы значит что делаем настраиваем dns сервер раньше мы настраивали для dns сервера dns mask но мне почему то вот сейчас захотелось показать вот это тем больше что морочь вроде бы раньше этого не делали посмотрим что там у нас сок стат не хочет он на 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 0 0 0 но хорошо тогда пускаются не на 0 0 0 смотрит а на 10 и на 11 так-то он точно будет работать вот значит в чем идея идея с том что мы сейчас папа 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 по-простому здесь вот его обзовем 10 111 сервер что там у нас класс альтлинукс орг сервер вот сделан еще один рестарт и посмотрим 10 111 шикарно то есть сейчас мы пропишем пропишем на нашем клиенте резул резул в конв пропишем туда 10 11 и вас все будет роман диверс канал тогда вот отлично вот зачем я это делаю мы сейчас попробуем по присоединяться организовать ну короче говоря организовать какой-нибудь веб-сервис а потом на этом веб-сервису при 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 обмазать openssl так значит теперь наступает наступает пора того к чему я вообще не готовился но мы попробуем это сделать ман сокат состой так это подключение а вот этого вот-вот ну пробуем значит для того чтобы установить защищенный по протоколу и сосы подключения и чего дать попробуем а хэндшэк гэдфэйла что он там говорит а это он умер это он умер дам это он сейчас будет висеть помните резюбер юрию сады у нас теперь будет в течение минуты висеть короче смотрите я не готов простите я не готов сейчас делать это с помощью по нас или грешен да ладно дать почитаем man я потрачу пять минут но похоже что я не смогу вам рассказать про это обидно дело в том что для для установления подключения необходимы два ключа закрытый открытый вот давайте так сделаем посмотрим нет ли в примерах если есть примерах попробуем попробуем это сделать если нет в примерах то тогда я буду делать не не с помощью сселя а с помощью у лайтах тпд на котором собственно упражнял сегодня с утра так ну хорошо видимо придется еще немножко бла-бла продолжить потому что пока что пока что у нас тут мы не поговорили про асимметричное шифрование да 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 все правильно с обеих сторон естественно сделаем значит давайте сначала поговорим про асимметричное шифрование тут копипаста из лекции 13 что ли года или 14 она довольно большая это копипаста наверное я не стану рассказывать все у нас в этом семестре какой-то более практический курс чем тогда был вот но идея следующая значит в чем недостаток симметричного шифрования нам нужно рассказывать пароль чем большим народу мы рассказываем пароль тем больше вероятность того что в конце концов этот пароль где-нибудь засветится он папаша мюллер вообще говорил что знают двое знаете свинья симметричное шифрование не работает как электронная подпись да нет возможности проверить аутентичность отправления данных по той же самой причине да эти данные может отправить любой знающий симметричный ваш пароль асимметричное шифрование имеет интересную историю его открыли одновременно сразу несколько человек вот причем кто-то из вот этих вот кажется как раз дифи просто изобрел теорию то есть если бы существовала такая пара паролей с помощью которой бы позволяла с помощью одного пароля шифровать с помощью другого дешифровывать и наоборот с помощью другого шифровать с помощью 1 дешифровать тогда бы мы с вами организовали гораздо более безопасный способ обмен данных при котором один из этих пароль один из этих ключей всегда секретен и никогда никому не передается вообще никогда второй из этих ключей всегда публичен и от наличия его у ваших товарищей зависит вообще возможность передачи да если мы хотим зашифровать наши данные мы берем публичный ключ нашего адресата публичный ключ от открытый ключ адресата б шифруем с помощью его открытого ключа нужные данные и теперь эти данные шифровать не может больше никто вообще кроме собственно получателя он его может расшифровать с помощью закрытого ключа своим который он никогда не никому не показ вот вам вполне себе надежная схема не подразумевающая обмен секретными ключами обмен ключами которые приводят к раскрытию да если же наша задача аутентичность то есть работа в режиме электронной подписи все происходит наоборот мы шифруем данные нашим собственным закрытым ключом а наш абонент имея в распоряжении наш открытый ключ дешифрует их зная что никто кроме нас этим закрытым ключом не мог зашифровать наши данные потому что мы этот ключ стережом строго охраняем никому не показываем и все такое вот надо сказать что до сих пор шифрование алгоритм шифрования асимметричный является весьма вычтительно сложным поэтому в действительности схема гораздо более хитрая но она логически не отличается от той который вы только что рассмотрели в действительности в схеме асимметричные ключи используются для генерации временной пары симметричных ключей то есть то есть с помощью которых будут собственно шифроваться и дешевываться данные с двух сторон вот но сама эта пара передается уже по защищенному каналу в какой-то момент на всякий случай она перегенерируется просто для того чтобы если у данного алгоритма симметричного шифрования есть какие-то какие-то значит недостатки то этот алгоритм бы ну как бы чтобы нельзя было подглядеть подглядеть статистику по трафику и как-то начать подбирать этот то есть в действительности пара секретный открытый ключ используется для генерации собственно уже обычного симметричного ключа и этот симметричный ключ сессионного на время связи вот по секретным образом вот так вот ваш товарищ ваш обманул дорогой секретный код вас правда вас поставили вас дезинформировали вот значит но никто тем не менее не избавился от проблемы первоначального обмена ключами просто если раньше мы у нас проблем первоначального в случае симметричного шифрования проблем первоначального обмена ключами заключалась в том что мы вообще говоря вообще говоря передавали секретный ключ всем подряд то в этот раз мы конечно передаем открытый ключ но до тех пор пока мы не обменяясь открытые не рассказали открытый ключ не положили открытый ключ на удаленный хост Возможно всякие манипуляции. Самая классическая проблема, связанная с подменой ключа, описана Александром Сергеевичем Пушкиным в произведении под названием «Сказка о царе Салтане». Там, помните, были такие «откачиха с поварихой, сватьей бабой и бабарихой», и они, пользуясь тем, что передача данных была не аутентифицирована, не подписана, подменяли каждый раз депешу «родила царица в ночь то ли сына, то ли дочь», вот это вот все, потом царь отвечает «ждать царевого возвращения и господнего веления», а они основу подменяют и говорят «и царицу и приплод тайно бросит в бездну». То есть, если на пути между, вот, вот, тут Александр Сергеевич подтверждает, если на пути между, во время первоначального обмена открытыми ключами, которые и так всем должны быть известны, если на пути между вами встает специальный человек, который может перехватить ваш трафик, он сделает следующее. Он перехватит открытый ключ вашего товарища, сгенерирует собственную пару открытый-закрытый ключ и отошлет вам свой собственный открытый ключ. Вы, думая, что этот ключ вашего товарища, будете все данные, значит, с его помощью шифровать или дешифровать. Каждый раз, когда он будет получать зашифрованные данные, он будет их дешифровать, потому что он знает ключ, подписывать их своим ключом и отдавать вам, а вы будете думать, что это ваш товарищ вам передает. Вот. Атака Man in the Middle в любом случае возможна, и более того, именно она и является главной. Тут мы, кстати, возвращаемся к словам секретного кота. Дело вот в чем. Мы можем организовать корпоративную систему слежения за нашими пользователями таким образом, чтобы все секретные ключи, которые они имеют, были не секретными. Точнее, вот таким вот образом подмененные. Расшифровать, поменять на другой. Как это делается, я расскажу чуть позже. Давайте мы поговорим теперь про цепочку доверия. Значит, как я уже, к сожалению, выяснил, мы с вами не сможем чисто через сократ это сделать. К сожалению, вот я увлекся другими задачами и не подготовил этого примера. Но мы это сделаем через HTP Demon. Мы настроим сейчас HTP Demon и посмотрим на все вот эти штуки. Давайте его настроим сначала. Вернемся. Да, значит, что мы хотели? Мы хотели поставить, поставить LightHatPD. Давайте поставим. Ну, заодно броузер поставим. Вот, значит, настроим LightHatPD, а потом настроим, настроим, настроим к нему этот, как его фамилия, HTTPS. Значит, что я помню? Что я помню нужно сделать? Тут все нормально. Тут ничего делать не надо. Только derlist, наверное, надо. Это было слово сплит. А, не, не нужен derlist. Мы сейчас сделаем какой-нибудь индекс HTM. Что там, вебапс у него по умолчанию. Интересно, нам хватит вот такого. Я помню, еще была вот такая ошибка. Штам... Done. Done. Вот. Давайте попробуем. Так, ну, он работает как-то. Давайте попробуем тогда System.fctl.enable.now.like.httpd. Давайте посмотрим, запустился он или нет. Не запустился. А что тебе не нравится, дорогуша? Ну, давайте попробуем. А, IPv6. Угу. У нас нету IPv6. Ну, другое дело. Там HTTP же у вас... Прости. Вот у нас. О, it works. Вот мы зашли. Более того, я вам скажу. У нас даже вот так будет работать. И даже более того, я вам скажу. У нас даже вот так будет работать. Только надо тут тоже сделать update update. Вот. Вот мы запустили веб-сервер. К которому, кстати, можно зайти еще и по неткату. Вот. Давай, 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 давай. Сейчас побыстренько ему. Давайте я пока тут скажу. Неткат. Localhost 80. Да. Ну. Вот. И мы сейчас можем даже зайти броузером на сервер. Давай, 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 давай. Manpage оно тут перегенерирует еще мне. Молодец. Молодец. Регенерируешь Manpage. Умный. О, it works. Очень хорошо. Значит, вот так выглядит работающий веб-сервис. Теперь давайте мы его настроим, чтобы он работал по HTTPS. Для этого нам нужно сделать что? Для этого нам нужно включить пару модулей. Вот. Mod OpenSSL включаем. PEM файл включаем. И вот этот PEM файл нам придется сгенерить. Вот про это мы сейчас будем говорить. Возможно, после этого мы, кстати, попробуем сокат запустить с этими же ключами. Может быть, он заработает, и тогда мой долг за сегодняшнюю лекцию будет выполнен. Ну, где мы будем хранить этот PEM файл? Ну, давайте мы его будем хранить. А, мы его так скрипи по ссылке, а тормоз. Давайте мы будем хранить не пасту, а что-нибудь, что-нибудь типа etc, o, 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 o. Вот там, etc, openSSL, ну и, допустим, класс.p. О, кстати, давайте проверим. А вот так вот можно зайти? О, шикарно! Он отвечает на имя класса, серверкласса от linux.org, потому что на это имя мы сейчас будем выписывать сами себе сертификат. Так. До этого надо сказать ему SSL Engine Enable. Ну и сокет 443, конечно, да. Всю вот эту штуку пораскомментировать тоже. Вот. И все бы хорошо, но сейчас он не запустится, потому что вот этой штуки нет. И здесь мы как раз упираемся в проблему ключа. Значит, что за проблема ключа? То самое, то самое асимметричное шифрование. Нам нужно сгенерировать ключ, который бы защищал передачу данных нашу. Вот. Проблема состоит в том, что этот ключ потом нужно на каждый хост перетащить. Но об эту проблему мы поговорим попозже. Пока что мы давайте просто сгенерируем этот ключ. Сключим ситуацию следующую. Давайте вернемся к нашему бла-бла. Сключим ситуацию следующую. Итак, что нам говорит хаттпс? Хаттпс слушает на 443 порту. Сейчас он будет это у нас делать. Как мы увидим чуть позже, хаттпс частично передает заголовки в открытом виде. Потому что, например, сертификат, который мы будем выписывать, он выписывается не для IP-адреса, а для доменного имени. И понятное дело, что мы сначала передаем доменный им, а только потом начинаем защищать весь трафик с помощью ключа, выписанного для данного доменного имени. Никак не наоборот. Вот. То есть, я об этом еще вспомню. Частично, частично, даже в случае защищенного обмена по хаттпсу, какие-то вещи передаются в открытом виде, например, доменный имени. Потому что иначе никак. Вот. Главная проблема все та же. Первоначальный обмен ключами. Мы можем поступить в трояк. Способ первый. Мы можем взять, передать этот ключ прямо в открытом виде. Поскольку это открытый ключ, его можно передавать. Мы можем опасаться только в менедзе мидл атаки. Так-то мы его можем передавать. Главное, чтобы аутентичность была соблюдена. Мы можем передать этот открытый ключ в течение сеанса нашего SSL. Вот. И спросить у пользователя, это тот ключ или нет. SSH так делает, да, помните. Пользователь каким-нибудь образом скажет, да, 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 это тот самый ключ. И все начнет работать. Второй вариант. Мы можем этот ключ подписать каким-нибудь известным ключом. Есть целая куча организаций, которые занимаются подписыванием ваших ключей, ваших сайтов за деньги. Их служба состоит в том, что они как бы мамой клянутся, что вы это вы. И что тот ключ, которым подписан ваш сертификат, это и есть тот самый ключ, который нужен. То есть, вместо того, чтобы передавать открытый ключ со словами «Верь мне, это мой ключ» или «Давай мы этот открытый ключ передадим по другим каналам», вы передаете открытый ключ, снабженный электронной подписью известного вам человека или организации, которой вы доверяете. И который говорит, да, да, верь, вот этот открытый ключ действительно принадлежит этому сайту. Поскольку вы доверяете тому, кто подписал, поскольку подпись так же тяжело подделать, как и любой другой объект в асимметричном шифровании, то вы такому ключу, разумеется, доверяете. В современных линуксах список... Давайте мы его посмотрим. Сейчас. Во! В современных линуксах список известных подписывателей лежит вот в таком вот файле. Выглядит это примерно вот так. Организация... Нет, это... Сейчас, это точно лейбл. Да. Текстовый лейбл, соответствующий некоторой организации. Публичный ключ, с помощью которого она ее подписывает. И тип ключа там. Значит, ключи бывают разных типов. Вот. Вот они же распакованные, да. Вот этот 4-х килобитный ключ, RSA-шный. Вот. Ну, в общем, вот. Значит, закомментированы это текстовое представление этого ключа, а раскомментированное это их, как бы, вариант в виде B64-кодировки. Вот. Вот эти все люди более-менее гарантированно, ну, там Amazon, например, гарантированно вам клянуться, что подписанный ими чужой ключ хоста хороший год. Время от времени такие организации протухают, вот. Их покупают предприимчивые китайцы и начинают раздавать фальшивые подписи всяким хакерам. Вот. Поэтому очень важно держать этот файл в чистоте, порядке, блюсти и бить ногами всякого, кто продает свой бизнес вот из этой, так сказать, области вместе с подписывающим ключом. Кто там, последний был скандал на этот счет, забыл, была компания, которая таким вот образом тихой шапой перешла, значит, во владение других людей, эти другие люди завели бизнес по подписыванию, пока ее еще не выбросили из этого файла под подписывание ключа. И третий, я сказал, три способа. Первый, самоподписанный сертификат. Второй, подписать у этих людей. Кстати сказать, здесь где-нибудь должен быть Let's Encrypt тоже. Нету. Нету, Let's Encrypt. Третий способ. Это самому стать подписчиком и у всех своих пользователей добавить свой подписывающий ключ вот в этот файл. Тогда пользователи не будут испытывать никаких проблем. Ну, мы с вами что сделаем? Мы с вами сходим по вот этой ссылке и сгенерируем всем подписанный сертификат. Да, значит, поскольку бизнес, связанный с подписыванием за деньги, это, в общем, продажа воздуха, в какой-то момент сначала завелась организация Concert.org, а потом организация Let's Encrypt, которая поставила вот этот перевыпуск сертификатов на широкую ногу. Ну, как видите, сегодня уже 260 миллионов веб-сайтов, 260 миллионов веб-сайтов пользуются Let's Encryptовским механизмом. Let's Encrypt — это автоматизация перевыпуска этого самого сертификата на автоматической основе, причем вот там некоторая пачка скриптов должна быть выдружена на ваш сайт, и некоторая процедура предварительной идентификации тоже пройдена. А дальше они будут просто перевыпускать их, помню, 90 дней, и как раз в 90 дней выпускать новый. Мы же поступим как раньше. Мы себе выпустим свой собственный самоподписанный сертификат. Вот. Значит, как выпускается самоподписанный сертификат? Напоминаю, что в случае использования асимметричного шифрования для веб-сайтов недостаточно просто выпустить некоторую пару ключей закрытой-открытой. Нужно, чтобы у всех ваших клиентов этот ключ, ваш открытый ключ наличистили. Или чтобы все ваши клиенты слепо доверяли вашему открытому ключу, переданному в открытом виде при первоначальном соединении. Поскольку и то, и другое вещь достаточно сложно достижимая, ну вот сейчас, по-моему, после изобретения летс-энкрипта, броузеры уже, по-моему, почти год, а то и больше, просто посылают в виде самоподписанный сертификат, то самый правильный способ – это все-таки подписать ваш сертификат у кого-нибудь и подложить уже подписанный ключ вашего сайта, уже подписанный кем-то, чтобы когда вы этот открытый ключ передаете вашему абоненту, он видел подпись и говорил, да, ну раз подписан, все хорошо. Предположим, это вы такой абонент. Как сделать самоподписанный сертификат? С помощью программы OpenSSL мы генерируем ключик. Да, вот тут PythonProc спрашивает, как летс-энкрипт проверяет, что домен принадлежит нам. Можно посмотреть на сайте летс-энкрипт, вообще говоря, достаточно письма, вот, вот где-нибудь здесь. Ну, на самом деле, сейчас врать не буду, надо посмотреть. Здесь там, понимаете как, поскольку вы будете генерировать запрос на перевыпуск вашего сертификата, вы будете генерировать с вашей собственной машины, то ничего удивительного, что эта машина вам принадлежит. Разумеется, там должен быть обратный резолвинг, да, вы должны показать, что у вас действительно IP-шник резолвится в вас, и вывезутся в этот IP-шник, и плюс какая-то процедура чисто организационная, но я ее не знаю. Тоже, кстати, хороший вопрос, надо будет на следующих лекциях, когда, в следующий раз, когда будут читать такую лекцию, этот вопрос тоже осветить. Вот, пока что мы просто, давайте, скренируем ключик. Мы относимся к программе OpenSSL. OpenSSL – это универсальный инструмент для работы с сертификатами подобного рода. Вот, и сейчас мы будем генерировать ключик, собственно, закрытый. Закрытый ключ, расширение key – это закрытый ключ. Ну, скажем, а, надо его поставить, хорошо. Вот, мы сгенерируем закрытый ключ, с помощью которого мы, собственно, подпишем сертификат. Вот. Это закрытый ключ. Теперь мы должны сгенерировать сертификат, ники, и попросить у нашего подписчика, а это мы, этот самый сертификат подписать. Эта штука выглядит так. Вот, мы генерируем, значит... Ага. Ну, вот тут Димка и Димка подсказывают, что даже обратного резолва не нужно, нужно только, чтобы тот IP-шник, который в DNS совпадал с тем IP-шником, с которым вы, собственно, запрашиваете переишью, ну, и что 80-й порт работает. Ну, и 443-й, наверное, думать. Вот, обратите внимание, что мы делаем. Мы говорим, вот у нас есть ключ. Сейчас, это что? Нет, сначала Requested, я не туда нажал. Извините. Вот. Мы говорим так, значит... Сгенерируйте, пожалуйста, мне запрос на подпись сертификата. Самого сертификата еще нет, сгенерируйте его тоже. Вот. И... Во. Только не тестинки, а класски. Значит, что здесь будет написано? Это запрос на генерацию сертификата, в котором мы укажем некоторые данные, принадлежащие нашему веб-серверу. На самом деле, нужно указать в действительности только одну вещь. Вот здесь вот. Она будет называться server.class.altlinux.org, потому что так мы его назвали в нашем DNS. Вот. Значит, давайте посмотрим, как выглядит этот CSR. но он выглядит, понятно, как. Сейчас давайте посмотрим, как он выглядит на самом деле. Это же интересно, правда? Давайте попробуем. Только вот, ну а вот, уберем. О! Вот она. Смотрите, какая красота. Что такое CSR? CSR – это запрос на подпись сертификата. Вот у нас есть сертификат, который мы собираемся подписать. Вот. Вот у нас есть способ подписи, и мы где-то здесь должно быть вот. И здесь вот, собственно, сервер, который мы, который мы собираемся подписать. Ну, что, дальше что мы говорим? Дальше мы говорим... Дальше мы говорим подписать. вот вот этот наш запрос на подпись подписываем и вот этим его ключом ну и вот у нас наш наш получившийся получившийся сертификат вот это уже штука это сертификат который который можно подкладывать нашему сайту вот но на самом деле ему нужно еще ключик поэтому мы сделаем так мы мы объединим этот самый классский и классы рт в один большой файл тем в котором будет и то и другое вот то есть и ключ который мы подписывали и ключ который и сам сертификат подписан этим ключом вот так и выглядит сама подписанный сертификат вместе собственным ключом давайте мы это дело скопируем и давайте мы ему тут у нас чё я живой а вот а мы даже вы назвали именно так как он должен называться класс . у меня есть такое подозрение что если мы сейчас скажем рестарт ему много да вот он вот он слушает на 1000 на порту 443 то есть против все заработать если мы сейчас зайдем с нашего и торс по протоколу теперь он вырезать на заработает да совершенно справедливо python прок намекает что броузеры нас современные не любят самоподписанные сертификаты потому что есть лет он крипт который позволяет это дело совершенно за бесплатно перевыпускать однако вот елингс наш броузер как видите сходил под тпс ничего не сказал вот в чем смысл в чем смысл сам подписанного сертификата один раз вы говорите да я доверяю этому открытому ключу и дальше все шифрование идет если этот открытый ключ не подменен то несмотря на то что любой может подглядеть как этот открытый ключ в открытом виде пересылается вам на клиента разумеется шифрование дед дешифрация произвести этот не любой не может потому что асимметричное шифрование шифрация идет закрытым ключом дешифрация открыт единственная ситуация когда вас могут обмануть это когда вам подсовывают чужой ключ вместо исходного и в процессе мы надо мидал делать все перри перегенерации и линкс и линкс капризничает смысле капризничает а ходит по такому протоколу а вот в например как более современная программа и обученная более современным методом взаимодействия где-то например сейчас нас пошлет смотрите он говорит так у вас там есть сертификат он предназначен сервер класса linux.org вы идете на сервер либо вы давайте не проверяете сертификат доверяйте ему по умолчанию либо смотрите там не тем не тем чуваком не 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 для того не для того сайта сертификат выдан мы можем сказать конечно минус минус на чек сертификат и тогда произойдет то же самое что делаю и линкс мы будем доверять этому открытому ключу эти скачалось но в действительности это не хорошо давайте посмотрим давайте попробуем подставить туда правильное имя сайта на которой выпущен выпущен сертификат а он все равно ругается не хочет он скачивать этот файл потому что он сам подписанный эрго для того чтобы наш веб-сайт работал хорошо нужно из вот этих трех пунктов самоподписанный не годится а нужно либо подписывать у вот этих самых людей известных либо вставлять себя в список это известных этих известных людей давай сейчас проделаем эту эту операцию значит понятное дело что пробиться внутрь вот этого тесного сообщества подписывать или вы не сможете вы не amazon но например если у вас какая-нибудь винда например с общим доменом вы по этому домену можете распространить модифицированный сайт на модифицированный этот самый список вот этот самый модифицировать этот список и распространить по вашему домену его вот такие дела значит чем будем делать мы сейчас возьмем наш на сервере наш пем он содержит как вы помните открытый закрытый он содержит ключ закрытый которым подписан сертификаты сам сертификат на самом деле достаточно ключа кажется вот и подсунем его вот в этот файл в клиентский список доверенных подписчиков ну достаточно просто пем файл туда подсунуть ну-ка так где он тут сервер пем файл прямо его скопипастим прям вот руками вот так вот и дальше запускается скрипт который называется апдейт кат раз давайте найдем где он лежит вот это скрипт который который запускает скрипты хорошо extract open.slsl, extract.pem вот он нас будет сходить в пем ага он пользоваться командından Trust а это собственно все сертификаты да смешно видите он уже там есть но чтобы в get заработал надо его перегенерить мне кажется дать попробуем да чтобы перегенить да да вот этот обед апдейт запустить где он там вот вот его вот в результате чего в этот мы попадем ум и в этот файл добавим наш наш отчет у меня не получилось но и теперь он работает не ничего не говорит похоже он сейчас секундочку сейчас посмотрим куда в какой файл лазит это же источник а вот он вот он куда полез ну вот он вот этот файл собственно децепт кайк от раз экстрактит пем тлс кабанду пем это бандл а пересобранный бандл всех наших сертификатов тех которые лежат вот в этом самом файле исходном и плюс то что мы положили в анкар вот и вот этот сертификат собственно выковыренный и теперь в дет ни слова не говоря вот если мы скажем вот так он опять нас вырубает только не вот так вот а вот так вот конечно вот а если мы скажем вот так вот он больше нас не вырубает отлично сходит вот и вот тут возникает вопрос о котором нам говорил секретный код и сейчас спрашивают еще и акцент сертичку если у вас есть система система репликации вот такого файла ну или его аналогов понятное дело да то есть короче бандл доверенных сертификатов по вашей корпоративной сети вы можете организовать следующую штуку вы можете для всех популярных сайтов а может быть даже на делать это не для всех популярных сайтов а вообще на автомате для всех сайтов котором происходит запрос на генерировать фальшивых сертификатов фальшивых и разложить эти фальшивые сертификаты по всем вашим внутренним машинам дальше при подключении к допустим gmail.com по хттпс ваш через вашу централизованную систему обеспечения безопасности ваш абонент будет получать фальшивый сертификат фальшивую специально для гмейла выписанный вами вот и соответственно данные будет шифровать фальшивым открытым ключом который ваша выходная машинка по обеспечению безопасности будет дешифровывать заглядывать в значит содержимое вашего трафика шифровать настоящим открытым ключом гмейл оставлять отравлять дальше при использовании такой конструкции ваш пользователь даже не узнает что его обманули и вся его переписка переиллюстрируется но для этого у вас должен быть инструмент который делает две вещи во первых перехватывает весь этот трафик и весь этот трафик и позволяет осуществлять собственно операцию литров то есть транслиров tackling туда транслировать обратно до от легко сделать инструмент вот этот модифицированный список доверенных ключей по всем машинам даже в этом случае неравен час кто-нибудь из ваших абонентов выйдет в интернет помимо вот этой вашей штуки который подменяет сертификаты тогда немедленно возникнет сирена ахтунг кто-то подменяет осуществляет атаку манки это мидал у вас у вас значит не сходится подписи трата то все страшно поэтому прок спрашивает могут ли такое поставить на правой до интернета в том случае если те ключи которые вы используете на вашей машине для проверки для проверки валидности что эти ключи этот самый провайдер интернета вам в машину внедрил до тех пор пока мы не поменяем сами вот этот файл понятное дело никаких фейковых ключей там не будет вот то есть до тех пор пока мы следим за этой штукой ваша безопасность в безопасности а когда вы например покупаете телефончик да кто знает что там за сертификаты в этом телефончик особенно в случае если ну ну в общем вы меня поняли особенно в каком случае вот не удивлюсь что например в общем понятно вот такая вот такая вот штука значит как видите мы уложились худо-бедно в выделенный нам таймслот мы действительно не успели проверить сократ и я думаю что и не успеем хотя конечно можно попробовать давайте попробуем и на этом закончим вот так видите он еще требует от клиента клиентский сертификат мы так делать не будем так только здесь класс а здесь минус так теперь давайте попробуем сходить туда так 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 опять же не будем демонстрировать ему зараза он говорит все хорошо только у вас a common name то сервер а там сервер класс c sms ru окей только не класс c sms ru естественно а кинусок ха только да а он говорит тлс про клиент сертификат клиент сертификат не показал а как нам сделать чтобы он его не показывал я конечно могу показать свой собственный но это же не интересно как сделать чтобы клиент не показывал сертификат конечно фьюст сейчас хочется же нет он говорит что клиент не показал сертификат так как видите тут парочка хочет чтобы мне клиент тоже показал сертификат ну давайте покажем господи сейчас эх время идет ну ладно почти получилось только не получилось так 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 нам не нужен то все я понял нет геркан шейк файлов ну ладно бог с ним не получу не получается у меня сделать так чтобы у клиент своего сертификата не было отстой ладно еще последний раз ладно и последний раз я знаю что я сделаю это конечно неправильно вот так на заработает вот так то она заработает короче у нас сейчас а а а произошло таки подключение смотрите вот единственное что я здесь не разобрался что я сейчас подсунул с двух сторон одинаковый сертификат понятно что должен быть один один такой другой секунд вот ну в общем вот как видите она даже заработала вот теперь уже точно все давайте ваши вопросы если нет то это была последняя лица в этом сезоне по сетям соответственно когда мы следующем в следующем серии в следующий раз по сетям неизвестно вот если вопросов нету тогда всем всего доброго до встречи в эфире в будущем семестре на интересующие вас темы вот и да и спасибо дорогой сокращение спрашивает про какие-то конспекты в почте публикуйте их уже чем у меня-то спрашивает да ну что все тогда тогда всем спасибо и на этой значит вот ноте мы заканчиваем этот курс до встречи в эфире